Новый каток на Уктусе. Из-за коммунальной аварии у жилых домов образовалась наледь в 30 сантиметров. Скользят местные жители, а вот коммунальщики, похоже, ускользают от ответа. Две компании не могут определиться, чья труба протекает. На место выехал городской дозор. В ледяном плену оказались жильцы этой многоэтажки. Уже не первую неделю, говорят, их топит прохудевшаяся труба. А ремонтникам до нее и дела нет. Вода течет с соседнего пригорка. Дом как раз находится в низине. Поскольку аварию долго не устраняют, вокруг высотки образовался настоящий ледник. Слой толщиной уже сантиметров 30. Дорога к дому из-за него заблокирована. Дом тупиковый. На машинах сюда больше никак не подъехать, кроме как вот по этой дороге. Пешеходы, вот видите, как ходят. Мы бегаем вокруг через газон. То есть это очень все неудобно. А когда наступит весна, здесь будет потоп. Мы отправились на поиски неиссякаемого источника. И неожиданно увидели людей с пустыми канистрами. Жительница Шишимской, уже затарившись водой, пояснила, в чем дело. Потому что нет воды. Запаса нет. Осталось там 2 литра. Не было ни объявлений, ничего в раз воды не стало. Объявление об отсутствии воды в подъезде висит. Ее сразу в 4 домах отключил водоканал. Из-за аварии на магистрале. Как пояснили на предприятии, это сделано, чтобы определить, чья труба дала течь. Не исключено, что проходился технический водовод завода РТИ. Потому жители улицы Кашевого и не могли добиться устранения аварии. А как-то все говорят, что это не наша вода. Мы не знаем, какая вода, чья это вода, чей водопровод это идет, и что это водовод какой. Казалось бы, достаточно посмотреть схемы магистралей. Но, как выяснилось, в этом месте проходят сразу 2 трубы. Мы в курсе аварии. Вопрос находится на контроле в Чкалской администрации. Сегодня в 5 часов вечера на место прорыва выезжала комиссия в составе представителей Чкалской администрации водоканала и завода РТИ. Пока определить, на чьих сетях произошла авария, не удалось. Завтра поиски места аварии, заверили нас в районной администрации, продолжатся с утра. Никто от устранения повреждения не отказывается. Осталось лишь понять, чья труба дала течь. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.